На новом месте новая волна зазвучит по-новому. Ожидается приезд мировых звезд ЛПИ и Робби Вильямиса. Три конкурсных дня, отданные 14 конкурсантам из 12 стран мира. Будут, как обычно, день открытия, день закрытия, гала-концерт и вечер, посвященный 50-летию Филиппа Киркорова. Две открытые дискотеки с участием звезд порадуют горожан и туристов 11 сентября в Олимпийском парке и 12 сентября на площади у Южного Мола. Действительно, в этом году мы переезжаем на новое место и в связи с этим, конечно же, огромное количество возникает проблем, трудностей, решаемых, слава Богу. Дай Бог здоровья и огромные слова благодарности городу и главе города, и краю, и главе края за то, что, конечно, все активно за неимоверно короткий срок подготовили площадку к строительству нашего зала, Нью-Вейв-Холла. Поэтому все идет в штатном режиме, по расписанию. Новая волна не стоит на месте. Сначала был грандиозный переезд из Южного Мола в центр Сочи, теперь в Олимпийский парк. Несмотря на новую дислокацию, продажи билетов идут активно. А значит, зрителей будет так же много, как и в прошлом году. Для них сейчас активно благоустраивается площадка перед концертным залом. Физически все будет на том. Сегодня вечером тогда смотрим, время не теряем. Ничего критичного, требующего подключения присутствующих, нет? В дни новой волны в городе ограничат проезд по Олимпийскому проспекту от пересечения с улицы Триумфальная до пересечения с улицы Чемпионов. А также будет запрещен выезд машин на Олимпийский проспект с улиц Парусная и Старообрядческая. При наличии аккредитации проезд участников и зрителей к месту проведения новой волны будет без ограничений. Рядом с концертным залом разместятся как платные, так и бесплатные парковки. Елена Овсецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.